Партизанская борьба Наша территория Солигорского района, соответственно юг Солигорского района, занимает очень большое пространство леса. Эти леса были в 1941, 1942, 1943, 1944 году. Это способствовало появлению партизанских отрядов. Они могли жить, существовать в лесу. Конечно же, существование партизан в лесу – это экстремальное существование, то есть выживание. Выживали. Первые дни войны, когда жители еще подстраивались под порядок оккупационных властей, еще было спокойно. Партизаны только, можно так сказать, переводили дыхание. Ждали каких-то вестей с большой земли, ждали каких-то распоряжений. Искали своих же товарищей, которые перешли в партизанские, создали тоже небольшие партизанские отряды, которые еще не смогли друг с другом встретиться. Создавали свои партизанские отряды, привлекали местное население. В партизанских отрядах находились и те военнослужащие, которые попали в окружение. В 1941 году и не смогли выйти из окружения. В партизанских отрядах находилось очень много женщин. И даже некоторые партизанские отряды возглавляли женщины. Существовали диверсионные группы Абвера. Они переодеты в партизан со своими легендами, каждый со своей легендой. Вливались в это партизанское соединение. Да, помогали где-то, где-то что-то по быту, ходили даже на задания. То есть вживались в роль всего партизанского движения. Дабы дискредитировать партизан, приходили в село, забирали скотину всю дойдиной. Даже доходило до изнасилований, издевательств местного населения. И уходили обратно в лес, уводили. То есть дискредитировали вот этим своим поведением и оставляли такие негативные моменты о партизанщине. Сейчас ведется очень большая работа Могилевским клубом Викру об обнаружении именно таких местах захоронений. И чтобы впоследствии их обозначить, что здесь стоял партизанский отряд, и здесь есть до сих пор могилы, пусть они даже уже неизвестные, но хотя бы приблизительно по документации можно найти, кто похоронен.